В одной из программ мы говорили о застройке в центре города. Как рассказали жители 9-й советской улицы, когда снесли соседние здания, в их домах пошли трещины. Мы обратились в госстроенадзор с просьбой проверить возможные нарушения и получили официальный ответ. Компании застройщикам выполняются работы по усилению фундаментов окружающей застройки. Именно этого и добивались жители 9-й советской улицы. Сегодня в зоне нашего особого внимания пляжи. В Петербурге их, как ни странно, достаточно. Вот только попасть можно далеко не на все. Охрана и шлагбаумы мешают. Кто приватизирует Финский залив и почему пляжи застраиваются? У нас есть обращение жителя курортного района. Давай его послушаем. Я, Бугышев Сергей Иванович, житель поселка Репино. Обращаюсь с вопросом по поводу строительства многоэтажного дома на пляже Ласковом. Почти год идет это строительство. Функциональное назначение этого дома непонятно. Он явно производит негативное впечатление. Я пошел разобраться в правомощности и, главное, предназначении этого дома. Стройка на пляже – это интересно. Поедем, разберемся. Поселок Солнечное. Пляж Ласковый. Его визитная карточка – каменные чайки, которые порхают над заливом. Площадь более 6 тысяч гектаров. Вместимость свыше 20 тысяч человек. Бизнесмены не могли пройти мимо такого лакомого куска. Под носом у отдыхающих развернулось масштабное строительство. Ни на одном из строителей нет касок. Вот я лично вижу такое впервые в жизни. Здравствуйте! Что строите? Кафе! Кафе! Зона особого внимания – телеканал «Санкт-Петербург». Сергей, скажите, пожалуйста, вот это подразумевается кафе? Я бы даже сказал, это подразумевается печальная история пляжа Ласкового. Сначала вырос один этаж, бетонный, который вызывал вопросы. Потом стал добавляться второй этаж, третий. И сейчас эта конструкция, ну, как минимум, 15-20 метров в высоту. По архитектуре этот железобетонный монстр на летнее кафе совсем не похож. Местные жители уверены – на берегу строят мини-отель с видом на море. Аппетит, как известно, приходит во время еды. И завтра на городском пляже может появиться высоченный забор с надписью «Вход по пропускам». Скажите, а паспорт застройщика у них есть, который должен быть на любом строительном объекте по закону? Вы можете подойти и увидеть вот этот стенд, который неусловно называют паспортом застройщика. Обычно паспорт застройщика – это такой огромный щит, который издалека видно. Застройщик ООО «Канда». На информационном щите указан номер генподрядчика. Пробуем дозвониться и выяснить, что за объект строят на этом месте и кто является застройщиком. Слушаю. Олег Валентинович. Да. Здравствуйте. Телеканал «Санкт-Петербург» вас беспокоит. Программа «Зона особого внимания» по поводу объекта на пляже Ласковый. Скажите, пожалуйста, что это за здание вы возводите? Это реконструкция. Реконструкция. Реконструкция кафе. А какое-то оно у вас очень высокое для кафе. Ну, согласно проекту. Олег Валентинович, а может вы к нам подъедете, поговорим здесь с вами? Сейчас я не готов. Пока мы снимаем, работа идет полным ходом. Кто они, владельцы этого строительства? Их имена и фамилии узнаем из открытых источников. Так. Общество с ограниченной ответственностью «Канда» зарегистрировано в апреле 2004 года. Деятельность ресторанов, услуги по доставке продуктов питания. Обрати внимание, Марьяна Викторовна, серых. Не седых. На щите было написано «седых». Мне кажется, это какая-то уловка. Давай я адрес еще посмотрю. Улица Чехова, 18, литер А. Смотри, почти все совпадает. Адрес. Такой же, как на щите, но здесь литер А. Серых и седых. Очень похоже, да, Марьяна Викторовна? Считаю, что нужно поехать в этот офис и познакомиться с директором. Без труда находим нужный нам дом. Чехова, 18. Именно здесь, согласно информации, на щите должен располагаться офис строителей ООО «Канда». Но много лет в этом здании находится только офис известного оператора связи. Вопросы задать некому. Поэтому мы отправим запрос в госстроенадзор. В этом ведомстве наверняка есть актуальная информация о застройщике. Если выявят нарушение, стройку приостановят. В случае с сомнительной застройкой на берегу Финского залива становится нормой. Неизвестное здание выросло и на пляже Золотой. Давайте послушаем местных жителей. Я житель Зеленогорска, Александр Браво. Хочу обратить ваше внимание на тот урус, который находится за моей спиной. Появился он уже 7 лет назад, в 2011 году. Уродовый пляж является большой опасностью для отдыхающих. Поэтому очень большая просьба обратить на это внимание. С этим вопросом надо как-то разбираться. Поеду пообщать с местными жителями, разберусь на месте. Золотой. Крупнейший естественный песчаный пляж на северном побережье Финского залива. Рядом Зеленогорский парк культуры и отдыха. Вход на пляж свободный. Пока. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что у вас происходит. Да ужас тут происходит. Самострой, вредительство и опасность для жизни граждан. Ну, показывайте. На этом месте когда-то было кафе. Его построили к Олимпиаде 80-го года. Но 7 лет назад здесь началась реконструкция. Вот этот каркас построили буквально за полгода. Стали узнавать, выяснилось, что на самом деле никаких разрешений нет. Администрация не знала про это? Не знала. Место администрации узнала про это от местных жителей. Представители администрации курортного района жителей успокоили. На этом месте строится физкультурный комплекс. Но почему тогда его планировка больше напоминает отель? Чтобы получить ответ на этот вопрос, активисты направили обращение президенту России и губернатору Санкт-Петербурга. И застройщик приостановил работы. С тех пор прошло уже 7 лет. Лен, узнай, кто ведет строительство на пляже в Зеленогорске. Да, Юль, поняла, сейчас найду. Землю поселения Зеленогорск, Малинная улица, дом 1. О, тереокия. Учредители. Михеев Валерий Леонидович и комиссаров Андрей Федорович. Тут три момента основных. Во-первых, это незаконная стройка изначально, с самого начала, раз. Во-вторых, такому зданию здесь не место на границе пляжа и парка, два. И в-третьих, это просто опасно для жизни отдыхающих, три. Доступ свободен. Там очевидно, что и выпивают. А где гарантия, что человек, выпив и плохо закусив, не начнет оттуда кидаться кирпичами или сам свалится? Видите, какой здесь ужас. Помойка настоящая. А вот это наскальная живопись какая. Нет, тут это еще не все, там выше еще будет. Вот это что такое? Это остатки строительных материалов, брошенные здесь. Видите, что здесь творится? Слушайте, не огорожено. Не огорожено, совершенно здесь провал. То есть тут один неверный шаг, и шею можно свернуть в один момент. Поднимаемся на крышу. Кругом разруха. Но это не пугает любителей высоты. Я так понимаю, сюда приходят любители романтики встречать закаты? Да, да. Причем практически ежедневно. А в выходные дни здесь просто толпы народа сидят. Толпы народа? Толпы народа. Здесь крыша не огорожена. Все в кирпиче. Очень сомнительная романтика. Чтобы предотвратить трагедию, бетонные каркасы, которые уродуют облик побережья, нужно снести. В этом уверены жители. Лен, ну там стоит заброшенное здание посреди пляжа. Внутри много строительного мусора. Главное, там ничего не огорожено. Любой подросток туда может залезть и упасть. Там очень опасно находиться. Я вообще не понимаю, куда смотрит гостроинадзор. Напишем туда официальный запрос. Очень хочется пообщаться с учредителями компании, которое построило вот это здание. У меня для тебя подарок, Юля. Я нашла номер телефона одного из учредителей, Андрея Федоровича Комиссарова. Поеду к нему и узнаю, когда он снесет это недостроенное здание. Здравствуйте. По поводу долгостроя на пляже Золотой. Было заявлено в физкультурно-оздоровительный комплекс. Но видно, очевидно, что это апартаменты. Каково предназначение этого объекта? ФОК. Все-таки ФОК. Да. Вы возвели какой-то скелет, который обезобразил полностью пляж, и бросили это все. И там очень опасно для жизни. Мы там были. Вы смотрели выписку, в каком году стал я учредителем. В каком году вы стали учредителем? Я стал учредителем два года назад, когда этот скелет стоял. В ходе общения мы выяснили. В компании Терриоки идет процедура банкротства. Какие-либо работы в процедуре банкротства производить нельзя. Сколько идет процедура банкротства у вас? Полгода? Нет, она идет с 15-го года. Процедура банкротства длится уже три года. А что если это просто уловка, на которую пошли учредители, чтобы сохранить контроль над компанией и через некоторое время возобновить строительство? Что думают по этому поводу в администрации курортного района? С чьего безмолвного согласия это происходит? Внутрь так просто не попасть. Звоним пресс-секретарю. Ларис Георгиевна, добрый день. Болда Шевелина, программа «Зона». Особого внимания. Мы внизу стоим, хотим комментарий у вас. Дело в том, что мы уже говорили, что мы комментарий давать не будем. Это по поводу сноса о Терриоке? Да, это вопрос госстроенадзора. Так вот вы к ним и съездите, а мы тут ни при чем. Интересно получается. Под носом администрации захватывают берег Финского залива. Строят без разрешения. А администрация ни при чем. Что скажут по этому поводу в госстроенадзоре? Я пообщалась с адвокатом Андреем Комиссаровым, и мне кажется, что у компании Терриоке все будет отлично. Насчет пляжа я так не уверена. Это здание, мне кажется, так никогда и не снесут. Ответ администрации курортного района тоже не вселяет надежды. Такое ощущение складывается, что все все знают. Но то ли сделать никто ничего не может, то ли не хочет. Мы получили официальный ответ от госстроенадзора. В 2018 году истек разрешенный срок строительства. Сейчас служба собирает документы для того, чтобы обратиться в суд с иском о сносе объекта самовольного строительства. На пляже Ласковый июль тоже все очень непросто. Ответ госстроенадзора. Был выявлен ряд нарушений в части несоответствия строящегося объекта требованием проектной документации. Говоря простым человеческим языком. Они хотят, чтобы здание было не шестиэтажным, как это делает застройщик, а превратить его в нормальное одноэтажное кафе, какое и должно быть на пляже. Мы будем следить за выполнением этих предписаний. Теперь пляж Золотой и пляж Ласковый в зоне нашего особого внимания. Посмотри, на какие хитрости идут ради выгоды. Абсолютно новые коттеджи и прямо на берегу Финского залива. А как им это удается? Ведь по закону строительство жилых объектов на берегу запрещено. Запрещено, но все дело в статусе объекта. Если внутри открыть медицинские кабинеты, а квартиры назвать апартаментами, то и строить можно будет, и продавать. Поедем и убедимся на месте. Курортный район, элитный апарт-комплекс «Первая линия», вековые сосны, побережье Финского залива. Все это богатство природы теперь можно купить. Мы построены от шоссе до побережья, граничит двумя улицами, 4,5 гектара сам участок весь. Мы получали разрешение на строительство многопустанционального медицинско-оздоровительного комплекса с номерами для проживания. Самое основное это было построить медицинский центр. А почему? Потому что земля. Назначение земель на побережье в курортном районе в основном является рекреационным. То есть практически все здесь строят либо на месте санаториев, либо еще что-то. Что такое рекреационная земля? Нарушают ли закон те, кто строит жилые дома на такой территории? К землям рекреационного назначения относятся земли, которые предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. Получается, земельный кодекс сдерживает аппетиты застройщиков, но они все равно строят. Как им это удается, узнаю мнение эксперта. Слушаю. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Что можно, а что нельзя строить в рекреационной зоне? В рекреации нельзя строить жилье, но можно строить гостиницы. Можно строить пансионаты, можно строить досуговые какие-то учреждения. Те комплексы, которые строятся в курортном районе, это чаще всего гостиничный формат. Первая линия в Зеленогорске, это немножко другая история, это по документам лечебное учреждение. А это единичный случай или такая застройка носит массовый характер? Появляются в курортном районе довольно большие комплексы, они строятся в рамках закона, но с неясными правовыми последствиями для владельцев и с неясным статусом. Как я понимаю, застройщик перекладывает риски на покупателя. Дмитрий Юрьевич, спасибо. До свидания. Все ясно. Главная задача продать. Итак, менеджер не скрывает, медицинский кабинет – это всего лишь прикрытие для жилого комплекса. А это не лечебное заведение, то есть люди сюда приезжают не лечиться. Они приезжают сюда проходить программы омоложения. Эти люди являются потенциальными покупателями данных апартаментов. Наши предположения подтвердились. Под видом медицинских процедур здесь по кусочкам распродают побережье Финского залива. Вы все владеете землей, вот этим участком. Это ваша недвижимость собственности. Все введено в эксплуатацию, полностью объект жилой. Люди здесь живут преимущественно. Много уже продано? 70% продано. Стать обладателем элитного жилья на берегу залива действительно можно. За небольшую студию придется выложить от 11 миллионов рублей. И место под солнцем на берегу залива ваше. Юля, постепенно все пляжи Финского залива превращаются в частную территорию. Добраться до воды становится все труднее. Нам об этом рассказал активист Сергей Швец. По его словам, санатории закрывают проходы даже для местных жителей. А давай проведем свой собственный эксперимент. Найдем самые короткие пути прохода к Финскому заливу. Сестрорецк. Заречная дорога. Встречаемся с Сергеем на остановке общественного транспорта. Недалеко от санатория в Белые ночи и Дюны. Здравствуйте. Телеканал Санкт-Петербург. За нас особое внимание. Какие сложности у вас с проходом на пляже в курортном районе? Беспокоит ситуация с планомерным ограничением доступа к Финскому заливу и вообще к рекреационным зонам, которые были открытыми многие десятки лет. Сейчас можно пройти через вот эти санатории? Скорее всего, нет. Хорошо. Сергей, давайте сейчас проведем журналистский эксперимент. Юль, я попробую пройти прямо и узнать, на каком основании они смогут не пустить меня, да, к пляжу. А я тогда с Сергеем попробую идти этими окольными путями. Мы засечем время и мы вообще, может, проложим новый путь на этой карте. Связь будем держать по рации, а встретимся на пляже. Засекаем время. Время пошло. На пляж здесь одна дорога через этот мост. Он проходит над рекой Сестра. Самый короткий путь мне, значит, самый простой. Я уже вижу шлагбаумы проходную. Попробуем проникнуть. Путь к заливу лежит через контрольно-пропускной пункт. На каком основании он здесь установлен? Кто для охраны свой, а кто чужой? Сейчас узнаем. Я просто хочу попасть на пляж. У меня здесь самый короткий путь. И что, вы ничего не решите? Это частная территория? Это согласен. Проход через санаторий к морю закрыт. Это прямое нарушение закона. Если запрет исходит от юридических лиц, то он карается штрафом до 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей за то, что сейчас ваша организация запрещает мне попасть на пляж напрямую. Готовы платить руководителю? Охранник безмолвствует. Мы вызываем съемочную группу. Саш, подходи. Вход на территорию только по курортным книжкам. Нет у меня курортной книжки. Зато у меня есть выдержка из 282-го федерального закона и из кодекса об административных правонарушениях. Штраф до 300 тысяч рублей. Вот моя курортная книжка. Через некоторое время нас просят взять трубку телефона. Надеемся, что ситуация вот-вот решится, и мы спокойно попадем на пляж. Я Болдышева Елена, гражданин Российской Федерации. Хочу пройти на территорию пляжа. Меня не пускает охрана. Частая территория. Мы не можем вас пропустить. Вы не можете пропустить меня через парк? Мы не хотим. Да. А я не хочу находиться в вашем парке. Я хочу находиться на береговой полосе. Я имею право по закону. Пожалуйста. Но это 4 километра в обход. Ну, это ваша проблема. Что? Это ваша проблема. Через санаторий белые ночи попасть на пляж нам не удалось. Придется идти в обход. По пути встречаем местных жителей. Может, они подскажут короткий путь к морю. Сейчас все перекрыто. Проникнуть можно только в дырку, которую люди проделывают. А вы ползали в эту дырку? Ползала и не раз. Кидаем рюкзак сначала. Так. Так. И по полузе. Тамара Ивановна, осторожно. Ой, 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 ой. Там колючая проволока. Все нормально. Под колючей проволокой. Здравия желаю. Так, принимайте и смотрите. Колючая проволока. Я только крупнее вас буду. Держите микрофон. Шикарно, шикарно. Я руку вижу. Так, так, так. Вот так пенсионеры пробираются. Но радовались мы недолго. Нас заметил охранник. А дубинка-то у вас неприятная. Это не дубинка, это указка. Нам сейчас куда? Прямо, направо, налево? Направо. Чувствую себя героиней сказки. Только мне не хватает клубочка, который бы указывал правильную дорогу наекращайшую. О, заяц настоящий, большой! Ну, слушайте, если бы я одна шла, и заяца будет так вот там где-то издалека, я бы испугалась. А тут и волк есть. Самым коротким путем попасть на пляж у нас не получилось. Остался еще один вариант. Через санаторий Дюны. На нашем пути еще одна проходная. Здрасте, а можно на пляж через вас пройти? Можно. Удивительно, но факт. Проход открыт. Но несколько дней назад тут была совсем другая обстановка. Висело объявление, что с первого числа проход будет закрыт? Вчера точно не висело. А когда висело? Да, может, месяц назад. В конце июня стало известно, у санатория сменился собственник. Теперь это тот же владелец, что и у соседнего санатория «Белые ночи». А значит, и правила прохода на территорию в скором времени могут ужесточиться. Юля, мне удалось попасть на территорию. На пляже буду минут через пять. Как у тебя дела? Да, Лен, мы в лесу, и, если честно, конца края пока не видно. Дорога, идем, идем, непонятно. Я даже не знаю, когда я на пляже отожусь. Слушайте, Сергей, ну мы с вами идем уже прилично. Ну, по моим ощущениям, точно больше 20 минут прошло. Сколько нам еще идти? Ну, я думаю, половину где-то прошли, полчаса еще. Только половину? Каждый день, конечно, так не находишься. Люди закаляются со временем. В лесу даже с опытным проводником можно легко заблудиться. А мы где? Посмотрите, какая-то стройка. Там болото, здесь строительная площадка. Я не понимаю, где пляж? Я был зимой, тут все по-другому было, не помню ничего. Шаг за шагом, потратив почти час, мы приходим к заветной цели. Слушайте, я боюсь глазам своим поверить. Да, мы дошли, наконец-то. Неужели мы пришли? Лена прорвалась через КПП. Юля прошла 4 километра. Слушай, Лена, ну сколько мы шли? Смотри, больше часа. Там дорога, это не дорога, это бездорожье. Это лес, это бурелом. У нас путь занял 29 минут. Мы еще потерялись. С учетом конфликта на посту санатория. Еще какая-то стройка. Слушай, там человек с коляской или пожилой человек, он в жизни не пройдет этот путь. Он будет сутки идти. Попасть на Сестрорецкий пляж Дюны сегодня можно несколькими путями. Прямая дорога лежит через санаторий Дюны. Проход пока еще открыт. Дорога займет у вас около 15 минут. Второй путь на пляж вдоль реки Сестры. Идти придется через лес. Расстояние 4 километра. Время в пути больше часа. Но если вы хотите пощекотать нервы, поступайте как местные жители. Ищите слабые места в ограждении. Не только в курортном районе пляжи становятся недоступными. Побережье Финского залива в поселке Лисинос тоже закрывается для местных жителей. Об этом они сами нам рассказали. Давай послушаем. Я житель Лисиноса Мартьянов Евгений Владимирович. Обращаюсь ко всем, кто может нам помочь объяснить, что происходит с нашим берегом. И будет ли он доступен в свободном пользовании для нас. А почему он должен быть недоступен? Кто им запрещает? Отправимся, выясним на месте. Лисинос. Приморский район. Пляж Фокс-Бич. За нас оба внимания телеканал Санкт-Петербург. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что у вас здесь произошло? Недавно территорию огородили лентой. То есть ее кто-то выкупил? Ну, мы не можем утверждать, что выкупили, потому что у нас нет такой информации. Но, учитывая наш жизненный опыт, что просто так ничего не происходит. И потому, если появилась лента, и кто-то ходит здесь, геодезисты обмеряют территорию. И геодезисты были? Осматривали территорию и обмеряли ее на предмет, как ее использовать. В Лисьем Носу это единственный доступный пляж. И над ним нависла угроза. Если здесь поставят забор, то будет не пройти совершенно. Здесь же канава. Как вы на пляж будете попадать? Никак. Альтернативный пункт залива лежит через непроходимые кусты. Вдоль частного забора. Без всяких замеров видно, что здесь ни с коляской, ни с лодкой, ни с велосипедом не пройти. Это какая-то партизанская тропа, а не дорога на пляж. Скажите, пожалуйста, а вот как вы по этим партизанским тропам лодку принесете? Я не знаю. Потому я к вам обратился. Я не знаю, как это будет выглядеть. И нас очень это расстраивает. Как мы выяснили, арендаторы пляжа, компания «Праек-15» проводят здесь корпоративы, вечеринки и другие развлекательные мероприятия. Привлекают сюда состоятельных людей. Сегодня, чтобы отделить их от остальных, натягивают ленту. А завтра, глядишь, поставят в высокий забор. О том, что на самом деле происходит на пляже «Фокс-Бич», спросим у арендаторов. Алло. Здравствуйте. Это программа «Зона особого внимания». К нам обратились жители Лисево-Носа с опасениями, что пляж «Фокс-Бич» будет закрыт. Там появилась какая-то ограждающая лента. Данные опасения являются абсолютно напрасными. Проект «Пятнадцать» никогда не запрещал и не будет запрещать доступа на пляж жителей Лисево-Носа. Спасибо. Знаешь, Юля, если бы я своими глазами не видела этой ограждающей ленты, сейчас бы я даже поверила тому, что мне ответили. Поэтому мы продолжим следить за ситуацией на пляже в Лисево-Носу. Мне интересно, как можно решить эту проблему. Существуют ли какие-то рычаги давления на тех, кто ограждает территорию? Задам этот вопрос депутату законодательного собрания, градозащитнику Борису Вишневскому. Здравствуйте, зона особого внимания. Юлия Глебова. Борис Лазарович, на берегу Финского залива строят санатории, только рядом с Сестрорецком их три. И если все три перекроют проход, то люди лишатся доступа к воде. Есть частная территория, пожалуйста, но есть берег Финского залива, который должен быть общедоступен. 23-я статья Земельного кодекса вводит для таких случаев понятие публичный сервитут. Что это такое, как это перевести на человеческий язык? Очень просто. Представьте себе, что вы владелец участка, который перегораживает доступ к морю или к озеру. В этом случае устанавливается публичный сервитут, ограничение вашего права собственности. Поскольку только через ваш участок можно пройти к воде, вы должны оставить дорожку через свою собственность, чтобы граждане могли туда пройти. Вы должны обеспечить им реализацию их права на свободный доступ к береговой полосе. Это прямая норма Земельного кодекса. И я прошу вице-губернатора Макрецова обеспечить такой сервитут, вот на побережье Финского залива в курортном районе, там, где территории, принадлежащие на праве собственности юридическим лицам или гражданам. Финский залив – это водный объект общего пользования. Согласно 6-й статье Водного кодекса Российской Федерации, проход к нему должен быть свободным. Перекрытие доступа к побережью под предлогом частной собственности является нарушением закона и влечет административную ответственность. Для таких территорий вводится публичный сервитут, право ограниченного пользования чужим земельным участком. Регулируется статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. В результате нашей проверки мы выяснили, что проход на пляж через санаторий «Белой ночи» закрыт. Под угрозой закрытия проходы через санатории «Дюны», «Сестрорецкий курорт» и апарт-комплекс «Светлый мир внутри». Этот список мы отправим для получения общественного сервитута. О результатах сообщим вам в ближайших программах. Вместе мы сделаем наш город лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин